На сегодняшний день существует несколько методов определения скорости оседания ретроцитов, а именно это метод Вестернгрена, который проводится в пробирках и шкала у него 200 мм, рабочая шкала. Это метод Панченкова, который проводится в капилляре и шкала 100 мм. И существуют уже на сегодняшний день достаточно недавно автоматизированные методы измерения соя. Которые используют уже современные технологии на гематологических анализаторах для измерения соя. Уже используется, уже тратится 20 секунд на одно измерение. Метод, так называемая капиллярная фатрометрическая кинетическая технология. Дальше будет более подробно по автоматизированию. И рекомендуется для использования золотым стандартным метод Вестернгрен. И уже дальше были модифицированы методы Вестернгрена, тоже основаны на седиментации, то есть осаждении эритроцитов. А альтернативные методы определения, то есть в автоматических анализаторах, тоже имеют свое место в лабораториях. Так как они очень близко коррелируют с методом Вестернгрена. Но это ошибочно говорит, что анализаторы... На данный момент используются итальянский Алифакс и американский эсет от Алкора. Ошибочно говорит, что это метод Вестернгрена. Это не метод Вестернгрена, дальше покажу как выглядит. Это пробирки, это осаждение эритроцитов в штативах. А автоматизированные методики, они основаны на так называемом... Придумали метод остановленного потока. Вот фотометр меряет... Сейчас тут сначала будет показано. Фотометр меряет... Останавливается поток в капилляре, поток крови. Останавливается. Если же в крови повышены белки и острые фазы, которые скапливаются на поверхности эритроцитов и ускоряют агрегацию. Так как нейтрализуют отрицательный заряд, с помощью которого эритроциты и отталкиваются друг от друга. И за эти 20 секунд дальше математическим путем анализатор преобразовывает в те показатели, которые методом Вестергрена при осаждении эритроцитов преобразовывают в час. То есть 20 секунд в переводе час. Но соя неравномерно в течение часа осаждается. Это важно. Сейчас я найду фотографию. Процесс оседания эритроцитов разделен на три фазы. Первое это медленное оседание. И те, кто снимают показания соя в штативах, они знают, что в первые полчаса это одна скорость, дальше она может увеличиваться при высоких цифрах, которые будут уже выданы в результате пациента на бланке. Второе это агрегация эритроцитов, так называемые монетные столбики, которые утяжеляют эритроциты и соя ускоряется. И третье это увеличение количества агрегатов. И упаковка их на дно пробирки. Ну и тут по поводу белков астрофазовых. Я тоже напомню, есть видео по астрофазовым белкам. И еще хочу сказать, что тоже ошибочно думают, что у метода Вестергрена какие-то там свои нормы, ничего подобного. Нормы одинаковые для всех этих методик. Единственная поправка есть на возраст. С возрастом нормальным считается свои немножко повышенным. У деток это всегда низкие цифры. Вот нормы. Ну и вот еще говорят, что у женщин тоже и мужчин немножко разнятся цифры. Покажу вот этих два, сейчас два конкурента на рынке. Но по-моему у нас только Алифаксы итальянские, которые в дистрибьюции сейчас занимаются СИСМИКС. И расходники на флакончиках могут значиться СИСМИКС, а не Алифакс уже. Вот. И чем хороши вот эти автоматизированные методы? Ну помимо того, что это и быстро, один анализ в течение 20 секунд, помимо того, что он абсолютно сопоставим с тем, что будет выдавать метод Вестергрена, в автоматизированных, во-первых, есть контроль качества, то есть лаборатория может и отчитываться, проходя аккредитации, и устранено влияние при аналитике и аналитике. А также, что очень важно, вот это самое важное, что вот в этих автоматизированных методиках полностью практически нивелирована погрешность, которую дает низкий гематокрит. Если в штативах, когда стоит кровь по методу Вестергрена, это толстенькая будет пробирка, и рабочая шкала 200, если это капилляр Панченкова стоит, то там низкие значения гематокрита, ниже 35, они будут увеличивать цифры, то есть это не значит, что у человека как бы хуже ситуация, но возможно, что это у него низкие, маленькие эритроциты микроцитарные, или несниженное количество эритроцитов, то есть у него совсем по другим причинам эти цифры высокие. Вот, допустим, такие анализаторы ИСЭД, вот большой такой, который делает, ну как он в работе, он напоминает, господи, там, игровые автоматы сверху, вставляются пробирочки, вот это он выплевывает внизу, свой контейнер внизу пробирочки, а тут по одной штучке измерений идут. Вот, о том, что я только что сказала по поводу гематокрита. Так, это я потом это показала еще. Так, немножко по истории, в принципе, измерения. Сейчас. Вот. Значит, вот пишут, что в 1897 году польский врач, Бернацкий, определил связь с повышенным фибриногеном при воспалительных заболеях. Ну, кстати, что вот этот польский врач делал во Львове во времена, когда Польша захватывала западные части Украины, это еще большой вопрос, насколько он был там хороший человек или у меня вызывает вопросы. Так, дальше, значит, в 18-м году, потому что во Львовском мединституте, который, украинском, во время вот этих польских вопросов украинопольских, украинским медикам не давали ни преподавать, ни заниматься, ни поступать. Там были такие еще моменты, которые были, так сказать, узаконены с 19-го, после Первой мировой войны, с 19-го по 39-го до 2-й. В общем, в 18-м году Фореус, шведский уже ученый, приписал эти все изменения к беременности, но тоже так немножко смешно, как бы вот в начальных сроках беременности соя еще нормальная, уже когда у женщины живота, то как бы говорить, что вот подтверждать ее беременность цифрами соя немножко смешно. Значит, так дальше, в 21-м году уже Вестергрен использовал этот метод для прогноза у туберкулезных больных. А уже в 24-м Тихон Петрович Панченков, тезиатор, уже придумал методику с капилляром, которая до сих пор используется. И в принципе, она достаточно рабочая. При нормальных цифрах все супер, при высоких цифрах у человека, то уже тут начинает плясать туда-сюда, нету у автоматизированных, практически нету автоматизированных вот этих вот методов Алифакс и Алкор, которые максимально приближены к месту в СРН. Но Вестергрен, чем нехорошим, во-первых, нужно больше крови, это первое, в принципе, и все. Так, по истории, сейчас еще вот этот Панченков, вот этот Панченков Тихон Петрович, и еще нету, и вот этот поляк Бернацкий, Эдмунд, вот еще, это по истории. Вот, и то, что вот сейчас на рынке, смыв, очень себя хорошо зарекомендовали, и они практически у всех больших лабораторий есть, Алифакс Тест-1, который выполняет, то есть, в него загрузили штатив с пробирками, и он себе поехал, и вот такой маленький, Ролит 20 МС, который измеряет по одной, и он может измерять в капиллярной крови, то есть, ему надо мало, малое количество образца, но, как бы, люди не хотят рисковать, и капиллярную кровь на нем не используют, из-за того, что он может захватить дыху, и это плачевно отразится уже на анализаторе обслуживания, вот так выглядит этот большой, который может мерить много тестов, вот так загружаются, в это окошечко, дверь открывается, он туда заехал, и вот, пожалуйста, он себе там тихонько меряет полы, вот они бывают разных модификаций, и что нужно для этих анализаторов по расходникам, контроль нужен, вот такая карточка, это все, то есть, реактивов у него нет, у него есть только волефакса, только есть такая карточка, которая имеет разные варианты, на тысячу тестов можно купить, естественно, цена будет соответствующая, на четыре тысячи тестов, на десять тысяч тестов, на двадцать, естественно, оптом дешевле, но это очень дорогое удовольствие, вот эти карточки, и в принципе государственные лаборатории, которые покупают, закупают вот эти олефаксы, очень часто они просто простаивают, из-за того, что нету возможности купить вот эту карточку, и вот контроли латексные, они выглядят такая беленькая жидкость, напоминает, кто знает, латексные наборы на ревмопробы, вот она чем-то похожа, беленькая жидкость, такс, вот, ну, в принципе, и все, сейчас я просто уже покажу фотографии, которые я тут в скрине понаделала, это по поводу олефакса, 60 можно пробирок засунуть, да, он еще перемешивает там внутри, то есть, ну, в общем, туда загрузили эти 60 пробирок, он там с ними разбирается и выдает уже результат, то есть, если, допустим, 20 секунд надо пробирку, если там их 60, то умножить, и сколько то есть, за 20 минут он их перемерит и выдает, выдаст бумажечку с результатом, так, и вот по принципам, методам, эталонным методом является Вестернгрен, и дальше покажу пробирки, какие компании именно вот тот метод Вестернгрен, который называют Вестернгреном, а делают на анализаторах, это относится